Здравствуйте, друзья! Пришел я на новое место. Озеро Тельбин. Ну, что здесь можно сказать про этот пляжик? Сейчас я вижу, вот то, что сейчас вижу, это песочка здесь добавили. Ну, в прошлом году видал осенью зимснаряд, с той стороны озера стоял. Там тоже пляжик, он получается как бы буквой П. Ну, что, по нему, что можно сказать? Пляжик довольно-таки неплохой. Правда, бьют его все, все, кому не лень. Так что здесь застать, чтобы первым прийти с находками, это очень... Да, короче, это нереально. Что у меня здесь было по находочкам? Здесь я был раза четыре, ну, по одному разу в сезон. Получается, четыре года я сюда ходил. Три года у меня было прекрасно, без серебра я не уходил. Единственное исключение было прошлый год. Ну, там вообще непонятка было. Вот от того дерева, вот эту часть пляжа, проходишь нормально, проходишь нормально. Дальний пляж там тоже, проходишь нормально, а вот от того дерева, там как раз, кстати, самые основные находки были, и вот туда в конец. Металлоискатель сигналил, как сумасшедший, шоу в воздухе, шоу на земле, шоу в воде. Только выходишь за то дерево опять в эту сторону, сразу опять сигнал великолепный, прекрасный. Так что непонятно, или какая-то там химия прошла, или радиация, черт его знает. Ну, попробуем, посмотрим, что здесь и чего у нас получится в этом году, я не знаю, потому что уже начало сентября, того сезона пляжного осталось совсем ничего. То есть, как я говорил, здесь бито-перебито все, но заодно и посмотрим, что здесь у нас получится. И в конце видео открою свой маленький, общеизвестный всем секрет, как можно на набитом-перебитом пляже все-таки что-то еще найти. Ну, шо ж, начнем искать и посмотрим, что будет. Прошелся я по водичке, потерял час времени, вот это все находочки. Больше нифига в воде не нашел, ну, пробки там дай сил, мусор. Так что сапоги сейчас слажу и буду ходить по березку, посмотрим, что будет. Один из немногих цветных сигналов, походу, четвертый чок должен быть. Садись, ты пропал. Это должен здесь быть, в основном сигналы все черные. Так что здесь уже, видать, кто-то хорошо ходил. Цветных сигналов практически нет. Так, да, вот четверточок. Ну, шо, будем ходить искать дальше, пока только вот эту половинку прошел. Там один мусор, там ничего хорошего и близко не было. Будем в ту сторону двигаться, посмотрим, что будет. Красивый плотиничный сигнал. Ну, что это может быть на самом деле? Тяжело сказать. Сейчас посмотрим, что это. Так. А, это, это даже не полкиник, это, 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 это обычная пуговица какая-то, заклепка. Обманка. Опять та же чехарда, что я говорил в прошлом году. Вот, сигналит прямо на воздух. Тут, куда не пойдешь, то же самое. Не знаю, что здесь, чего здесь прошло, что за полоса. Ну, я же говорю, что половина самая классная пляжа пропавшая. Попытаюсь как-нибудь походить по нему, но вряд ли что-то получится здесь. Он пищит, пищит, пищит. На воздух поднимаешь, блин, и то пищит. С ума просто сходит аппарат. С включенным светным сигналом ходить здесь практически невозможно. Еле-еле вылавливаешь эти светные сигналы. Вот один из них черно-белых, черных сигналов уже выловил, наверное, штук шесть. Там и 50 копеек было, и 25 было. А цветных только одну десятикопеечную поднял. И вот это второй сигнал. Потому что сигналит, сигналит и сигналит. Не знаю, что здесь такое, блин, сталося. Ну, просто невозможно по этой стороне ходить. Так, нет, опять, видите, прозевал, блин. Хотя сразу он был. Где-то здесь. И аппарат стоит и пищит, и пищит. Он замолчал, слава богу, потому что уже по мозгам лупит этот свист. Да ты смотри, я же когда его явный был, красивый, цветной. Вот, даже выставить он невозможно толком. Где-то здесь. Где-то здесь. То ли монетка, то ли язычок. Так, что-то звенит. Походу, какая-то монетка. За корнями нифига. А, вон, вижу, что-то виднеется. Это, наверное, четверточок, чапалкинник. Нет, что-то российский герб. А, 2 рубля. 2 рубля Россия. Ну что ж, хоть какой-то цветной сигнал еще попал. Так, пошел. По цветным вообще невозможно работать. Попал вот хороший черный сигнал. Сейчас посмотрим, что здесь. Какая-то монетка есть. Беленькая, беленькая. Ох, это первая за сегодня гривневая монетка. 2 гривны. Я уже думал, что есть не будет. Хотя удивительно. Все-таки должны быть. Становятся моей самой любимой монеткой. Двеувремневая. Фух, сейчас попробую еще вот здесь доходить. А потом пойду на тот большой пляж. Потому что здесь просто невозможно. Пищит и пищит, а жуши закладывает. Перебрался я на другое место. Это другой конец нашего пляжика. Самое лучшее место где здесь искать, это вот это вот дерево. Называется дерево соя. Ну тут сейчас вещей, где твары накидали. Сигналы здесь постоянно шуруют. Вот только кусочек прошел, метра два. Насобирал уже целую кучу всякой мелочи. Правда в основном десятикопеечные. Обычно здесь сюда полтинники попадают. Но они с той стороны детские вещи сейчас лежат. Ну и сейчас еще обойду это дерево, покручусь. А потом пойду туда на пляж. Ну правда там на пляже практически никогда ничего не бывает. Ну походить надо. Единственное, что вот там где спасатель сидит, нашел когда-то крестик серебряный. Ну покажу, посмотрю еще немножко. Ну а так я же говорю, что жалко половина та пляжа пропала. Сигналит и сигналит. Радиация, черт ее знает что. Ну что, короче, если что-то хорошее будет, то покажу. Первый цветной сигналчик на этом пляжике. Сказать нужно по нему одно. Кто-то очень хорошо прошелся здесь и почистил цветные сигналы. Так что цветных сигналов здесь практически нет. Уже сколько прошел, первую-первую нашел цветную металла. Остальное все черные. Ну, довольно-таки нормальненько. Ну что, ходим дальше. Посмотрим, может еще что найду. Еще один из немногих пропущенных предыдущими копателями четкий цветной сигнал. Что это может быть, неизвестно. Может быть, просто оставленная ими для будущих поколений пробочка. Ну, сейчас посмотрим. Так. Ничего не вижу. Что это может быть? Странно. Сигнал все такой же цветной. На черный не перескочил. Сейчас посмотрим. Ничего нет. Значит, какой-то, наверное, мелкий цветной камушек. Да, уже вижу, что это халамидия была. Это скрученная высокозырка. Ну, я же вижу, что цветных тут практически нет. Тут одни черные сигналы. То есть цветные все почищены. Ну, ничего, зато черный тоже насобирал довольно неплохо. Ладно, пройдущий вот этот кусочек, а потом уже буду закругляться. Попала долгожданная гривна. Я же думал, что такое. На этом пляже вообще гривен что-то не попадает. Думаю, что-то тут не то, блин. Быть того не может. Буду ходить, пока не найду. Или же уйду без нее. Но все-таки попала вот только что. Так что уже и на этом пляже гривненько нашлась. Ну, пожалуйста, самая лучшая монетка, которая здесь нашлась. Да, вообще самая лучшая вещь. А так я же говорю, что один... Ай, мусор, да, мелочевочка. Закончил я сегодняшний коп. Ну, что можно сказать по этому пляжику? Пляжик мне понравился. Песочка здесь свеженького насыпались столько, что копать просто само удовольствие. Единственное, что я же говорю, что здесь надо успеть прийти первым. Потому что уже все, как говорится, выкопано до нас. Ну, немножко накопал, что именно, что получилось, на каком пляжике и где. Посмотрим дома. В воду я здесь не залазил. Честно говоря, подустал. Ну, там, когда-нибудь в другой раз. Ну, посчитаем дома, посмотрим находки. И потом посмотрим, что чего и... Вот такие результаты сегодняшнего копа. Вот это вот было с ближнего пляжика. А это было с того, что дальний пляжик. Это ближний пляжик, там, где который полтергейс. Почему-то, блин, я же опять сигналил металлоискатель, что цветных сигналов практически невозможно было зацепить. Так, сейчас посмотрим, сколько чего получилось. На ближнем пляжике получилось 10 с полтиной. То есть, 5 полтинничков неплохо, четверточков. И даже получилось 2 гривны, мои любимые. А на дальнем пляжике вышло сейчас... На дальнем пляжике получилось 10 гривен. Мелочевочки. И даже попалась цепочка. Ну, эта цепочка, скорее всего, не серебряная, а стальная. Потому что уж больно какая-то ржавая. Значит, что хочу сказать. Дальний пляжик был полностью, подчистую выбит. И как раз можно показать, какой результат, если использовать мой маленький секрет, как я обещал в конце уже пляжного сезона, рассказать про него. Ну, этот пляжный секрет давным-давно известный. Только почему-то, я же упорно, никто не хочет им пользоваться. Если кто-то видал еще видео с Украины, с пляжем, он обратил, наверное, внимание, что вот эти пляжные гривны, пляжные гривны новые, практически никто, кроме меня, больше не достает, не копает. А теперь в чем же находится мой общеизвестный пляжный секрет, на котором даже по полностью выбитому пляжу, как вот этот дальний пляж, и то, видите, насобирал 10 гривен. Как можно, я же, на самом выбитом пляже, и на что-то донайти. А секрет, он довольно-таки простой. Берем, для примера, обычный магнитик и смотрим. Опа! Все мелочи магнитные. Смотрим следующую. Еще десятые, четверточки. Все магнитные. Вот они поприлипали. Смотрим дальше. Вот видите, одна, две, только остались не магнитные. Десяточки. То есть тоже все магнитные. Вот с этих наших 10 гривен, 10 гривен, получилось, получилось только раз-два. Там уже поприлипало к магниту, что не хватает даже мощности ему поднять, всю эту мелочь проверить. Вот с нашего пляжика получилось, грубо говоря, только, ну вот, гривна, в общем, порядка гривна 20, только те, которые нормальным цветным сигналом. Остальные все сигналы были металлические. И берем даже наши новые вот эти гривны, вот одна уже прилипла, одиночка уже прилипла, хоп, прилипла одиночка, хоп, прилипла двушечка. То есть народ почему-то упорно забывает, что уже 5 лет, 5 лет выпускаются на Украине все мелочь, вся мелочь, а теперь еще и гривны. Они выпускаются металлические. То есть или народ брезгует просто, или не соображает в этом деле, честно говоря, даже не скажу. Или, скорее всего, просто лениться наклоняться лишней раз за черными сигналами. Но я же говорю, смотрите, даже на выбитом пляже можно найти целую кучу мелочей. Не говоря уже про гривны. То же самое здесь, вот, которое про первом пляжике. Ну, сейчас магнит уже забитый, не буду показывать. Ну, это то же самое, видите, все-все-все, практически вся мелочь. То есть находка, находка сейчас, 80% находок, мелочи, вот этой мелочевочки нашей, это вся магнитная. Поэтому, ну, магнитная, то есть стальная. Поэтому я же говорю, что на цветных сигналах не обязательно ходить. Надо использовать все, все, что можно, даже на черных. Ну, конечно, тяжело это. Но один год побегаешь, помучаешься, а на следующий год уже будешь, наверное, по звуку уже определять, какие стоят, а какие не стоят поднимать сигналы. И я же говорю, что находок будет разы, в разы, в разы будет гораздо больше. Потому что я говорю, что 80% сейчас находок, это все, получается, вот эти вот, которые черные, сплакированные, сплакированные стали. И самое главное, что этот самый народ забывает, что эти новенькие гривны, 1,2 гривны, они тоже металлические. А в следующем году нас вообще хотят обрадовать выпуском еще 5-рублевки. То есть количество и сумма находок гораздо увеличится. Ну, правда, возникнет довольно серьезный вопрос, куда потом девать вот эти вот килограммы найденной мелочи. Ну, я думаю, вот этой всей кучи потом хватит на коробок спичек купить. Так что ищем, не призываем сигналами. И я живу, на самом выбитом, самом выбитом пляже вы будете с находками. И находки, думаю, вас хорошо обрадуют. Тем более с появлением вот этих вот новеньких гривен. Они практически по-любому будут присутствовать. А крупный номинальчик найти всегда хорошо. Так что ищем, не ленуемся и всегда будем с находками. До встречи!